не все со мной знакомые скажи себе пару слов значит приехал в израиль уже больше 35 лет назад после довольно активного отказа там борьбы там за выезд начал соблюдать там приобщился к иудаизму уже там в конце школы начале учебы в университете которая там начал значит в союзе занимался там общем довольно интенсивно какое-то время мне там пришлось там убегать прятаться там всяких преследований там это время был там даже шойка там и так далее потом тут по приезде в израиль я тоже там учился какое-то время в ешивах в общем я так считаю что достаточно хорошие в общем представление разносторонние да и суфером там даже был профессиональным одно время и так далее потом пошел по образованию физик и компьютерщик смысле не университетское образование имеется этой специальности работаю много лет там программистом архитектором хай таки так далее значит это по поводу себя ну вот но я до сих пор значит интересуюсь изучаю там по мере возможностей по поводу нашего разговора с петти с пинхасом возможно учитывая там это с пинхасом я знаком очень много десятков лет еще там до приезда сюда в израиль начало 80-х годов возможно что у нас спор больше терминологически чем по существу но это мы возможно выясним в течение разговора ну вот по существу вот этот выложил какие-то заголовки своих тезисов несколько подробно прописать что принципе есть разные определения что такое вообще разделение государства и религии есть такая замечательная книжка которая все время рекламирую рава хайма на вон у него там в том числе про это целой подробная глава которая подчеркну вот видение правда ты сама есть выводы мои не согласуется но информация там интересно значит что есть в принципе французская и американская модели разделение ну американская более всем знакомо французская не скажу пару слов она меня мало интересует на самом деле что как бы я не помню кто ее там сформулировал с французских президентов общем смысл в том что как бы разделение у них настолько кардинальное и радикальное что как бы они провозглашают что у них антирелигиозность как бы борьба с религией она является их как бы формой самосознания такого самовыражения не помню с точностью там ну в общем такой примерно смысл вот то есть такая агрессивная антирелигиозность разделение американское которое там проводил свое время томас джейферсон один из там создатели американского государства там один из главных авторов конституции так далее президентом один из первых там треть или четверки не помню значит она состоит в том что как бы государство ну на прописано в конституции к сожалению тут забыл процитировать конституцию достаточно любопытно что общем биль о правах там буквально одна из первых статей разделение государства и религии не знаю может быть имеет смысл сейчас найти в гугле в общем там как бы это разделение оно необходимо для того чтобы и государство и религия там как бы от этого не пострадали то есть государство не участвует никаким образом там в действии там религии никак к этому там не относятся при этом мы знаем что на самом деле государственная там американская модель к религии относится достаточно позитивно причем даже сам джейферсон который настаивал на таком разделении мы знаем что американская революция она там была одной из первых как бы ты сам современных революции да он не был лично религиозным человеком но при этом считал что без религии что религия это там основа всякой нравственности он ходил в церковь демонстративно при том что не считался религиозным и как мы знаем там в америке множество выражений на долларах там где хотите и в школах там как бы там уроки начинаются с молитвой и все присяги официальные делаются на библии и так далее то есть при том что там декларативно существует формальное разделение между государством религии но как культурный феномен очень важный религия там присутствует до сих пор раньше она присутствовала в гораздо большей мере все же происходит процессы до уменьшения религиозности по всему миру и вами в америке то есть как бы это разделение она сохраняет и государство и религию в америке там нету такой как бы агрессивности и нету противостояния религии ну как мы знаем америка была создана как много религиозная много конфессиональная да там государства там только протестанты все на свете участвовали и поэтому они бежали туда как бы многие это религиозных преследования европе разные сектанты поэтому для них было важно сначала это установить в избежание до поскорения в америке того что происходило в европе много сот лет вот возвращаясь к израиль и сионизма что как бы мы еврейское государство оно возникло да как результат светского сионизма именно светского как противостояние оно не могло возникнуть при том что там были волны там не хочу создаваться в всю эту историю волны как бы религиозного синина но там реально создать государство они не могли это важно что именно светские люди вышедшие из гетто да и не никаким образом не заинтересован туда возвращаться именно они его создали но там не только там социалистические имеют это сказать всякие движения но именно в первую очередь ведущие движущей силой было именно светский сионизм при этом светский сионизм в смысле там на как бы национального еврейского движения вот понятно что еврейская национальность она была сохранена благодаря религии в течение там всех этих тысячелетий религия там пестового еврейскую национальность но как бы все же есть разделение да что для светских людей там национальность национальные идеи они как бы являются одним контентом одной там областью там религии с которой они может быть происходят каким-то образом они порождены тем не менее там это все достаточно четко разделяется вот теперь когда государство было создана или там до того как мы знаем что по ряду причин том числе из-за ярого нежелания основателей государства бенгурена в частности там конституция как обычно происходит создание государства почти в большинстве случаев все все современные государства принимают и фиксируют какую-то форму государственного устройства которая вот оформляется вид такого документа под названием конституция который там принимается часто там широким форумом или неважно как он принимается его главная суть что она фиксирует вот сути форму государственного устройства и одним из его таких основных атрибутов является то что его трудно поменять требуется там либо референдум либо какие-то усложненные процедур либо это и другое вот и оно фиксирует как бы вот взаимоотношения и между разными там областями государственного устройства взаимоотношения населения там власти там друг другу между собой то есть характер государства так скажем он фиксируется в этом документе поэтому на такой основополагающий и предполагать что она изменяется крайне редко вот поскольку в израиле там это не было как-то зафиксированы такие вот основные параметры это было оставлено повисло в воздухе вот но вместо конституции тут возникло такое вот неопределенное понятие статус-кво да то есть вот на момент создания государства какие там какой характер этого государства есть потому что статус-кво это вещь виртуальная она не определена она висит в воздухе и каждый может трактовать но как бы нигде не оформлено да какие взаимоотношения как там между частями там государства между разными его институтами поэтому это очень странная такая вот форма которая как бы у нас неком некий такой слабый аналог конституции да там некачественные которые постоянно как бы текучий вот при этом государства сионистов светских они как бы тоже как мы знаем воспринимали очень серьезно еврейский национализм он там построен тоже на некой интерпретации еврейских идеалов очень серьезные сионисты очень серьезно подходили к еврейскому наследию библии там танаху смысле другому очень этим интересовались изучали ну другой был характер то есть там существует спектр конечно отношение к этому вот это интересовало больше кого-то меньше но обычно какие-то идеи танаха может быть акцент то есть не может быть а точно акцент как бы они ставили на других мы знаем что в танахе есть много там искать многоплановые идеи какие-то идеи но религиозные публики там выражены сильнее скажем так идеи касающиеся частного такого то как религия сформулировалась сформировалась там за последние там на две тысячи лет когда там не было государства в основном в области такого вот частного общинного применения понятно что поскольку полноценного государства не было были в лучшем случае какие-то ограниченные автономии значит все религиозность обращалась как бы внутрь на себя там на семью то есть вот такие области как там праздники кашрут там подобные там синагоги общины в лучшем случае добровольные да ни о каком государстве речи не могло быть при этом торе это у меня выскочила вторе очень сильно именно социальная такая вот мощная идея которая мне кажется была очень важна и двигала как у меня зум выключился как все вопрос был нормально все видно перескочила социальная идея очень важна и мне кажется что вот именно такие вот социальные идеи об справедливости справедливом устройстве общества там и так далее и так далее это именно тот заряд который вот двигал мы знаем о невероятном участии всяких еврейских революционеров во всех общественных движениях в мире да мы нет нужды все это напоминать там про троцких и прочего именно такой вот заряд танохический как бы в Израиле он был да вот об этой социальной справедливости очень силен и по всему миру в общем еврейская такая энергия она была очень явно представлена и при создании государства Израиля и в принципе она присутствует и сейчас то есть я это назвал там большие там малые формы что-то сказать вот большие формы некие глобальные идеи исправления там общества исправления как бы человечества в каком-то так сказать перспективе которые были заморожены да по причине там невозможности неактуальности они вот этих людей они ими двигали они для них очень важны там это вот как бы из всего там спектра очень широкого разных идей как бы они вот для людей светского национализма который там вот создавал государство они ими двигали очень большой мере именно как бы исконные коренные такие вот еврейские идеи из танаха которые еврейскую традиционную публику меньше может быть или меньше или они так сказать меньше их выражали вот кроме того есть другой еще аспект то что возвращение как бы в РЦСРЭЛ оно потребовало некого пересмотра это как бы связанные аспекты пересмотра как бы восприятие Тора то есть вот эти вот луки идеи социальные которые упомянул и в том числе тускай традиционной религиозности это все как бы требует некого пересмотра в принципе это тоже коренится там все идеи так сказать что будет пересмотр религиозности пересмотр Тора он как бы коренится в словах пророка там тускай термиял там и так далее что что будет что люди начнут воспринимать учить Тор как бы сами это вот свобода внешнего некого контекста как там традиционно все передавалось это будет очень важным фактором возвращения да так сказать вот эта вот свобода в том числе так сказать интерпретации религии всеми да так сказать кто ощущает свою причастность там к еврейству поэтому для светских евреев их непосредственное отношение к проблемам религии что они как бы ты сказать ощущают что они тоже они часть этого диалога это всем не чуждо им как бы есть что сказать и всегда было что сказать как бы сионистам на эту тему поэтому у них как бы другая можно сказать трактовка там альтернативная расширенная там да ты сказать содержание религии ну это все как бы хорошо знакомая тема вот поэтому возвращаясь к нашей теме хочу просто своей тезис уже закруглиться государство было создано как национальное светское государство при этом в нем присутствуют вот те традиционные атрибуты которые там от религии перешли в национальный как бы характер закрепились там с удовольствием все эти атрибуты поддерживают да там а никто этого не отрицает но только поступку поскольку это как бы часть светского национального такого нарратива это является как бы вот этим вот консенсусом который вот сложился в форме статус-кво и продолжал более-менее существовать в той или иной форме там все эти 70 лет как только пытаются в этот консенсус писать какие-то новые части да которые там не соответствуют тому что там как бы светский вот национальный характер там вошло как бы органично это сразу вызывает конфликт это как бы сразу вызывает ощущение что посягают на некие свободы свободы это как бы принципиально важное ощущение да что как бы государство создано людьми которые вышли из гетто да так сказать с какой-то целью там в том числе создание то государство и поэтому не собираются туда возвращаться иначе как по собственному желанию и поэтому никакое как бы никакая форма как бы вот такого вот насилия со стороны там государства или каких-то еще структур она принципиально неприемлема да так сказать поэтому любое ограничение трактуемое так сказать как следствие неких там религиозных чьих-то воззрений она очень болезненно сразу воспринимать как посягательство на чужие свободы вот поэтому как бы эти атрибуты они их возможно как бы использовать только в той форме в которой они как бы свободно принимаются без без какой-либо формы насилия со стороны государства и поэтому как бы любые виды религиозного там ну истекающие из религии законодательства они вызывают сразу совершенно чудовищные антагонизмы а даже если они там совершенно безвредные как бы никого особенно не затрагивают даже что это воспринимается как некая нелегитимная форма принуждения как бы не соответствующая духу государства вот и что самое главное что это является одним из основных на долгоиграющих таких и очень яростных конфликтов этот конфликт он как бы приводит непосредственно к тому что люди как бы начинают отвергать за того что они воспринимают это как посягательство на свои свободы начинают отвергать то что они в другом контексте как бы с удовольствием приняли возможно да как некий культурный феномен не не как некую религиозную там догму или там религиозную некую там таскать западь который они отвергают да как считая себя ты сказать не обязанными воспринимать это религиозные заповеди в общем получается сплошной ущерб для обеих сторон как бы ты сказать и для тех кто хочет защитить эти религиозные ценности навязывая их посредством государства да ты сказать и как бы получается такой хиллу лошем да ты сказать что эти религиозные ценности они как бы отвергаются причем эти ценности они могли бы быть легко восприняты допустим некие принципы религиозного законодательства да и ничего там плохого у нас гигантский корпус религиозного законодательства в талмуде там и во всей галахической ритературе касающиеся именно там законов до суда там где на ммн все возможно ничего этого не используется как раз из-за такого антагонизма кстати как бы со всех сторон мы оказываемся как бы в минусе в ущербе вот тезис вот состоит в том что в принципе хотелось бы свести такие вот попытки навязывания каких-то религиозных норм как бы единственный как бы источник которых коренится в требованиях религии свести его к минимуму насколько это в принципе осуществимо тут я сейчас хочу к этому прийти уже долго говорю я не вижу большой вот этой необходимости в существовании таких вот государственных институтов типа там государственного равената там министерства религии и тому подобного что все это должно функционировать на уровне отдельных локальных общин где те кто хотят и на добровольном как бы добровольной основе те кто хотят как бы в эти игры играть они там добровольно на себя берут какие-то ограничения во всем этом участвуют государство ни во что это не вмешивается это вот как раз очень похоже на американскую модель это государство ничего связано с религией не регулирует и предупреждают вопрос а что же будет там допустим с кашру там смотрим делами я вижу это себе так что есть некие рамки где люди присутствуют допустим на вопреки своей воле или там где-то сказать их присутствие необходимо допустим в армии там в каких-то там в тюрьмах каких-то еще структурах им приходится присутствовать поскольку общим знаменателем для всех да ты сказать нет никакой проблемы для светских людей использовать кашрут не накладывает на них никаких ограничений это является как бы в общественных таких структурах общим естественным знаменателем они для мусульман и для христиан они тем более для всех видов иудаизма до соблюдения кашрута приемлемого для всех она является как бы естественным таким требованием вытекающим просто из требования некого общественного согласия как эти это сказать общие структуры должны функционировать и вот при этом на сам кашрут может быть организован совершенно частным образом да то есть государство может просто заказывать его в качестве сервиса внешнего также как она заказывает допустим какие-то услуги компьютерным фирмам или транспортным или кому хочешь ничем не отличается это просто услуга и тоже религиозного характера вот что касается там матриониальных дел то есть регистрации браков и разводов которое вызывает и наибольшее мне кажется возмущение потому что как бы государство в котором отсутствует нормальная регистрация вызывает безумное количество конфликтов и всего прочего мы действительно является неким нонсенсом мне кажется что опять же государство должно обеспечивать через министерство внутренних дел да там там где собственно присутствует эта запись возможность кому угодно обеспечить светскую регистрацию если он хочет проводить какие-то там религиозные там ритуалы там по своему усмотрению это его личное дело но к регистрации брака никакого отношения не имеет возможно имеет смысл там так сказать попробовать потребовать в той или иной форме что это инстанция который допустим религиозный брак зафиксирую чтобы она же там занималась и разводом возможно такое ограничение имеет смысл наложить она позволит избежать большей части всяких проблем связанных там 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 мамзером то есть короче говоря браки заключенные там по своему желанию через допустим робанут они будут разводиться через робанут все остальные как бы они точки зрения религии они вообще как бы не являются браками поэтому не составляют никакой проблемы мне кажется то есть достаточно легко прийти к такому включение чтобы изолировать эту проблему на корне вот остальные проблемы там жгучие типа там транспорт это все как бы надо свести на уровень опять же вокальных общин что каждая община такие проблемы регулирует как она хочет но на уровне муниципалитета может решать как он хочет организовать транспорт своих границ вот сложной проблемой является проблемой геюра мне кажется ситуация когда геюр геюр это как бы чисто религиозное действие когда геюр влечет за собой какие-то льготы типа возможности получить гражданство там и так далее это кажется неразумным то есть принципе в идеале как бы была идеальная была бы ситуация когда и геюр является чисто религиозным действием у которого нет никаких побочных последствий с точки зрения государства это личный выбор человека и затем ничего не стоит никаких выводов то есть идеально мне кажется было бы ситуация вообще никакие геюр государством не учитывать и и никаких никаких поблажек в том числе выдачи гражданства не делать то есть мне кажется так следовало бы отнестись к этой проблеме государство геюра может не признавать по крайней мере там первом поколении там таскать летчем поколении тоже гораздо меньше проблем ну еще это сказать насущная проблема там который постоянно муссирует она с финансированием там всяких религиозных нужд и мне кажется что это тоже следовало бы разрешить аналогичным образом что все финансирование свести на уровень какого-то личного выбора финансирование религиозных нужд это как бы разновидность неких культурных расходов что просто каждому дайте квоту да виде ваучер или виде доли налогов или там еще каком-то виде допустим распоряжаться да там так сказать как он хочет организовать финансирование вывести опять же финансирование там ешив или кого хотите там изведение государства передать это насмотрение граждан но думаю что я закончу на немножко затянулось на тезис ну пожалуй все ну хорошо как мы сделаем во первых и ты можешь посмотреть чатом есть пару вопросов это пока ты смотришь я предлагаю чтобы сейчас я сказал а потом уже вопрос ну не факт мне я я не уверен по моему если есть вопросы по месту правильно их задать нахман ты хочешь сейчас вопросы либо потом вопрос просьба лектора четче формулировать мысли я жалею послушай к этому может не соотноситься там есть всем привет хорошо подожди я тебе могу зачитать начинается пункт разделения государства и церкви как субъекту вправо начни отсюда видишь видишь это не закончим я не знаю ну хорошо да но если это не происходит так быстро давайте уже 40 минут хорошо окей давайте перейдем тогда к изложению пинтаса а в конце будет время всем задать вопросы может быть тогда это действительно озвучить тогда будет проще окей нахман пока ты слушаешь если есть желание можешь в чате же ответить если нет значит слушай пинтаса все мы переходим плавно к пинтасу спасибо спасибо так я секунду окей так итак значит прежде всего пункт первый я совершенно согласен с нахманом что религиозное законодательство религиозные принуждения это очень плохо это отталкивают люди от и риги разумеется религиозное принуждение оно есть это факт нашей израильской жизни и желательно его свести к минимуму однако вместе с религиозным принуждением в израиле есть анти религиозное принуждение например запрет харидим делать свои концерты на муниципальной территории со разделением на мужчин и женщин то есть в израиле есть и религиозное принуждение и анти религиозное принуждение и было бы правильно и то и другое уменьшить здесь я согласен фактически нахман изложил излагал некоторую программу типа габизон медан к современному варианту приуроченные значит как это сделать детально те не вступая сейчас обсуждение детально это можно потом сделать я в принципе кардинально не согласен с лозунгом отделить религиозное государство потому что слова работают без того как мы думаем ты провозглашаешь лозунг ты в него вкладываешь одно содержание а другие вкладывают в него другое содержание и поэтому твой лозунг подхватывают он соединяется с другими лозунгами и приводит к абсолютно другому следствию чем ты планировал ты исходишь из того что люди в целом уважают религиозную традицию это часть их национальной традиции и поэтому если мы отделим религию от государства в общем ничего страшного не произойдет а я утверждаю что наоборот если ты провозглашаешь отделение религию от государства то эта вещь начинает работать сама совершенно не так как ты думал потому что за отделением религию от государства начинается отделение еврейства от государства и отделение еврейства от религии если религи отделена от государства это прежде всего например полное прекращение регистрации кто еврей как только ты прекращаешь регистрацию кто еврей государственную ты Ты должен вести какие-то родословные книги. Если ты не будешь их вести, другие будут их вести. И у нас начнется чудовищный совершенно конфликт в Израиле между родословными книгами и сознанием общества. И это все обязательно-обязательно приведет к полному развалу. Потому что если отделение или нет государства, то, например, кто еврей, определяется совершенно иначе и так далее. То есть я согласен с очень многими предложениями нахменно практическими. Например, я согласен, что нужно ввести неелигиозный брак. Я согласен, что нужно ввести субботу-транспорт. Я согласен, что каждый муниципалитет пусть решает у себя, работают ли у него в субботу магазины и все прочие вопросы религии государства. Это я все согласен, но это ни в коем случае не должно называться отделение религии от государства. Это должно называться, например, взаимное уменьшение религиозного и нерелигиозного принуждения. Что да, действительно, с одной стороны транспорт, пожалуйста, пусть будет в субботу и магазины, если вы хотите. А с другой стороны, харидим, пусть живут как они хотят, и если они хотят делать и отдельные концерты на муниципальной территории или государстве, они имеют на это свое право. И многое другое. Это можно все проанализировать. Но это детальное решение, оно не связано с декларативным решением. Государство не строится только на детализации законов. Государство строится на некоторых принципах, которые у людей в голове. Когда ты говоришь про то, что в Америке отделили религию от государства, и смотрите, религия имеет такое большое влияние, это верно. Но сейчас у нас подрастает в Америке поколение, когда религиозных становится меньше половины. И я тебе уверяю, что это поколение потом отменит и присягу на Библии. Оно, может быть, не отменит, что мы верим в Бога, или там, на Бога полагаемся на долларе. Но, кстати, может тоже отменить. Потому что это все дальше динамика. Они не случайно устраивают процессы против тех, скажем, штатов, где 10 заповедей написано у входа в суд, и называют все это религиозным принуждением, а вы имеете религию отделена от государства. То есть, как только ты декларируешь принцип «религия отделена от государства», ты лишаешься возможности хоть как-то превратить дальнейшую полную совершенно отделение от еврейства вообще. Кроме того, Америка не этническое государство. У нее нет, как бы, такой религии, как формообразующая. А у нас в Израиле есть. И в этом смысле есть полно стран, где религия не отделена от государства. Тем не менее, проблем таких нет. Есть Швеция, есть Норвегия, Исландия, Британия. Там религия не отделена от государства. Тем не менее, проблем с религией нет. Потому что, действительно, в Израиле религия занимает слишком большое место по меркам современного человека и современной демократии. Действительно, такого большого влияния, как имеет религия, в других странах нет. Поэтому, демократически. Поэтому я согласен с тобой, что влияние, как бы, связь, не влияние, скажем так, связь религии с госаппаратом нужно уменьшить. Но, когда ты говоришь про английскую и французскую модель, почему ты не смотришь исландскую модель, шведскую модель или новейшескую модель? Там, может быть, совершенно другие модели. Когда религия имеет государственный статус, тем не менее, все решается без проблем. И никаких, я, по крайней мере, не слышал, чтобы там, в Британии, кто-то говорил про отделение армельканской церкви от государства. Потому что им это не мешает, потому что так устроено, что, с одной стороны, декларативно это и есть. С другой стороны, и это сознание. Это то же самое, что королева, там, король британский. Почему Британии нужна монархия? Казалось бы, монархия не очень воздействует на жизнь. Тем не менее, оказывается, что дать и дать воздействует совсем немало. И функция монархии совершенно другая, чем диктовать законы или чтобы подписывать указы. И в этом же смысле, поэтому, оказывается, британцам монархии очень нужна. Потому что это часть британского самосознания. И точно так же и религия в Израиле должна быть обязательно частью самосознания. Вовсе не отделена от государства. Но отделено должно быть другое. Не должно быть религиозного принуждения по возможности. Опять, я сейчас не ухожу в детали, как построить брак, как построить кашиут. Но есть, или там, опять-таки, Гомизон Медан об этом писали много. Можно сесть и посмотреть, что из этого сохраняется сегодня, что из этого надо изменить. Но дело совсем не в этом. Есть совершенно принципиальные моменты. Тем, кто прошел дьюр, нельзя не давать гражданству. Это просто совершенно исключено. Это все равно, что не давать его евреям, которые не... Это разрушение самого понятия, кто еврей. Если мы не даем им гражданство, значит, мы не считаем их евреями. А у нас все-таки еврейское государство. И поэтому следующий шаг – это отделение государства от еврейства. Поэтому независимо от того, сколько количество этих геров... Оно, кстати, такое непренебрежимое, оно и существует. Независимо от количества – это принципиальное разрушение понятия, кто еврей. Если ты герам не даешь гражданство, тогда у тебя не еврейское государство. Тогда у тебя государство наследственных евреев. А вовсе не всех евреев. Действительно, те, кто обосновывал государство, для них это было очевидно. Они не хотели религиозного принуждения, но для них было очевидно, что геры – это евреи. Они не случайно отдали эту область религии. Действительно, поколения изменились, нужно изменить детали, но детали, а не принцип. И вот это, мне кажется, абсолютно фундаментально важным. Теперь я согласен, что нужно финансирование отделить религии от чиновников, то есть не финансирование от государства, а финансирование от чиновников, от политики. Конечно, пусть каждый имеет ваучер и дает его на те направления культуры или религии, или спорта, то есть всю религиозно-спорто-культурную область, всю совершенно отделить ее от политиков, отделить ее от чиновников. Каждый гражданин ее исподняет. Я совершенно согласен, это абсолютно правильно. Прекратите религиозное давление, совершенно согласен, это очень правильно. Но отделить декларативно – это убийство, это смерть. Это не только не поможет религии, это полностью, как я сказал, разрушит совершенно самые основы самосознания. И вот это, мне кажется, абсолютно критически важным. Поэтому я согласен обсуждать детали, как устроить брак, как устроить развод, то есть, грубо говоря, обсуждать новый Гобизон-Мейдан. Это я совершенно согласен. Но не случайно в Гобизон-Мейдан не вошло декларативное отделение, потому что это действительно самоубийственно. Вот это и есть, собственно, все, что я хотел сказать. Окей. Ну хорошо, давайте сделаем такую штуку. Никто не поднял руку, честно говоря, я не очень понимаю, ни у кого нет вопросов. Давайте сделаем такую вещь. Я, на всякий случай, закрываю эту конференцию, да, и опция… Почему? Затем закрывать? Ну, потому что я не знаю. Сейчас я выключаю все микрофоны. Там нет, чтобы кто-то уже присоединился. А, окей, да. Уважаемые господа, поднимите руки тех, кто хочет спросить. Вот и все. Да, все могут включать звук. Пожалуйста. Да. Правильно поднимать руку для того, чтобы мы давали как бы очередность. Но, в принципе, у всех включены микрофоны. Просто чтобы не было паналагана. Да, Даниэль Че, который написан. Пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Спасибо, во-первых, за очень интересные лекции. У меня… Слышно, да, меня? Да, все-все отлично. Ага. У меня тут такой вопрос возникает. Возможно, вот через годик, через пять, может быть, уже сейчас, есть необходимость вот в этом уменьшении статуса еврейского государства для евреев. Ну, то есть, это, конечно, чудовищная для меня идея, да. То есть, я вот буквально приехал четыре года назад, и мне тут сообщают, что, возможно, это как бы не совсем еврейское государство. Да, возможно, я бы сюда даже не поехал. Я ехал домой, а получается, что я приехал, и дом закончился. Это очень было бы грустно. Мне кажется, что это недопустимо. И я, конечно, понимаю, что есть куча разных проблем, но я никогда не прийду в ресторан вегетарианцев и не устрою скандал, чтобы мне принесли мясо, потому что ресторан это или не ресторан. Это еврейское государство, это моя просто позиция, и я бы, честно, хотел услышать критиков этой позиции, куда они, собственно говоря, ехали, на что они рассчитывали, и как они видят, почему не Америка? Почему не Америка? Зачем Израиль? Мы говорим не о том, что это государство перестанет быть еврейским, а о том, что это не обязательно должно быть связано с какой-то формальной как бы религиозной структурой. Государство остается как бы еврейским, и в этом плане я как бы не совсем согласен с тем, что сказал Кинхас. Наличие какой-то там формальной еврейской структуры в государстве, оно никак, с одной стороны, не гарантирует, с другой стороны, не предотвращает. То есть государство может сохранить свой еврейский статус еврейского государства, потому что у светских евреев тоже как бы есть некое воспринятие того, что такое еврейское государство, что там, так сказать, какое-то содержание иудаизма. Я как бы не хочу лишать их как бы права вот своей свободы интерпретации, о чем я как бы сначала говорю, какой-то свой, так сказать, еврейский контекст, какую-то свою интерпретацию. То есть как бы у них как бы такое же точно право там интерпретировать, что такое еврейство, как бы религиозное. Поэтому мне тут довод не очень уважает. Окей, давайте будем делать только типа пинг-понга, да, вопрос-ответ, потому что у нас еще есть люди, которые дают вопрос, а не как бы диалог, который будет дальше, мне так кажется. Окей, Эмиль, мы вас слушаем. Эмиль? Эмиль, включите свой микрофон. Эмиль, пожалуйста, включите свой микрофон, по-моему, все могут включать микрофон. Я слышно? Да, конечно. Ну, я извиняюсь. Значит, ну, тут я бы хотел какой-то более такой, ну, я не знаю, или серьезной, или какой-то конкретной постановки вопроса, потому что дело и не в декларативности, хотя она тут имеет место в другом плане, и не в деталях. А дело в том, мне кажется, ну, из общих таких соображений, государство на культе не может быть построено вообще. То есть иудаизм, как ни крути, это не культура, при всей похожести и близости. Вот, я сейчас не буду вдаваться в подробности, почему, если нужно, я могу, конечно, сказать. Вот, и вот насчет декларативности, действительно, то, что было определено в основном законе, что государство Израиль будет демократическим и еврейским, это чистая декларация. То есть это две вещи взаимно несовместные, как бы почти что, да, вот, но, к сожалению, у нас другого выхода нет. И таким образом получается сложная ситуация, которая, в принципе, вот то, что мы сегодня видим, так сказать, в актуале, она именно оттуда растет. То есть когда были пионеры и все, они сделали зачатки именно израильской культуры, а не еврейской, которая включала в себя какие-то элементы еврейства, но, очевидно, недостаточно, и они не были развиты. То есть тут другие проблемы всякие возникают, так сказать, то есть я сейчас не буду в это вдаваться, вот. Но то, что мы сегодня видим, это именно то, что не пестовалось и не создавалось и не пыталось, мне кажется, никто не пытался это делать, то есть ни в академии, ни в общественности, нигде проявить какую-то заботу о еврейской какой-то культуре, да, то есть израильская культура, которая была бы именно еврейская, то есть и не светская, и не, может быть, больше светская. Это очень сложная проблема, очень сложная, потому что евреев, они были, участвовали в мировой культуре, но они совершенно отделены от культуры, в общем-то. Здесь действительно есть разделение, да, полное. Я дико извиняюсь, я дико извиняюсь. В чем вопрос? Вопрос к Нахману или Лёгу Пинхасу? Вопрос в том, что подразумевается под отделением, отделение, как бы, оно, как бы, непонятен этот вопрос, что от чего отделять, потому что государство как такового… Окей, я понял, вопрос понятен, что от чего отделять. Государства нет, без, то есть, я скажу, в двух словах, Герцель, который, кстати, это все придумал, он понял, значит, на самом передовом социальном государстве Франции, что проблема еврейства не социальная, а национальная. Вот этого нет, нет этого понимания, что национальный вопрос надо решать. Вот и все. А как его решать, и все, это очень сложная проблема. Окей, я понял, значит, у вас не вопрос, у вас тезис. У меня, как бы, вопрос ответить на вот этот момент, да, как представляет себя… Инкос, у тебя выключили телефон, микрофон. Хорошо. Извините, но Нахман этому посвятил очень много, Нахман и я этому посвятили, поэтому, пожалуйста, я очень уважаю всех их тезисы, но давайте только вопросы и конкретно. Да. И не то, что было сказано, а именно вопросы. Вопрос, какова еврейская культура, вот и все. Окей, это не вопрос. Извините, Эмиль, это не вопрос. Именно культура, а не культ. Окей, Эмиль, это не вопрос, извините. Тогда это следующий, очень хороший вопрос, в следующий раз, и, пожалуйста, можно без ограничений писать комментарии в Ютьюбе, в Фейсбуке, где угодно, но сейчас, по-видимому, мы уходим от нашей темы. Эмиль, спасибо. Ася, пожалуйста, мы вас слушаем. Ася. Вопрос, да, вы меня слышите? Ну, если можно, что погромче. Меня слышно. Да, вас слышно. Замечательно. Значит, у меня вопрос замечания. Я бы рассматривала отсутствие вмешательства, излишнего вмешательства, скажем так, то, что Пинхас называет уменьшением религиозного и антирелигиозного насилия, а Знакман называет отделением религии от государства, что, я согласна с Пинхасом, не самое лучшее название. Так вот, я бы это рассматривала в контексте вообще уменьшения вмешательства государства, потому что те люди, которые сейчас выходят на демонстрации против реформы и которые не получают за это деньги, которые выходят просто потому, что они боятся, что их начнут в чем-то ущемлять, если Верховный суд не будет якобы защищать их права, они же озабочены не только религиозным насилием. Например, они вполне могут поднять лозунг, что вот там наши деньги уходят в религии, да, поэтому вот зачем собирать, зачем собирать деньги, а потом выдавать ваучеры? Может быть, люди как-то сами будут нести деньги, кто на культуру, а кто на синагогу и на ешиот. Я бы поставила вот этот вопрос шире, как вопрос уменьшения вмешательства государства в жизнь его граждан, как экономическое, как и культурное. И это автоматически влечет за собой и уменьшение насилия религиозного и антирелигиозного, и уменьшение страхов светских, боящихся религиозных, боящихся светских. Значит, дальше уже можно обсуждать подробности, что, собственно, и делалось. И второе замечание по поводу Аманы Гобизон-Мейдан. Значит, все в этой Амане хорошо, кроме одного. Она пытается действительно как-то прийти к компромиссу ни нашим, ни вашим. Но то, что действительно могло бы помочь, это не вот давайте мы уступим тут, а мы уступим тут. В результате этого обе стороны оказываются недовольными. А вот то, что помогает, это, ребята, у нас с вами общая цель. Вот давайте ее будем вместе добиваться, и мы вам поможем в чем-то, и вы нам поможете. Например, светские израильтяне очень боятся ассимиляции. И в этом смысле религиозные могут помочь. Ну, и так далее. Можно целую лекцию сделать о теме, так сказать, чем светские и религиозные могут помогать друг другу. Так вот, я бы не стала приводить в пример Эману Гобизон Мейдан, ровно потому, что там идут уступки с двух сторон, и обе стороны недовольны. А я бы подумала о том, какая может быть синергия, какая может быть взаимопомощь в достижении общей цели. У Аси, я так понимаю, не вопрос. У Аси не вопрос, а предложение по следующей конференции, правильно? Ну, что-то в этом плане. Окей. Ну, хорошо. Я хочу только ответить. Пожалуйста. Я совершенно согласен с Асей, что нужно смотреть, где может сотрудничество, но одно другого абсолютно не уменьшает. Абсолютно. Сотрудничество и совместные гейт, совместные цели – это одно. Компромиссы – это другое. Должно идти параллельно и то, и другое. То, что одно другое не заменяет. Ася сказала, что компромиссы не создают сотрудничество, а создают уменьшение напряжения, а только общие деятельности создают еще не сотрудничество. Я с ней совершенно согласен, но общая деятельность – это гораздо более долговременный проект, чем компромисс сегодня. Поэтому я предлагаю, что и то, и другое, что совместно, но в любом случае это другая тема. Я не говорила о компромиссах. Я говорила о уменьшении вмешательства государства. Это нечто совершенно другое. Это не то, что компромисс государства здесь сделает так, а здесь сделает так. Я говорила об уменьшении вмешательства, об увеличении свободы. Окей. Пинхас, у тебя выключен микрофон. Я совершенно не согласен с Асей, не согласен, что уменьшение влияния государства – это не компромисс. Это огромный вопрос компромисса. Просто компромисс делается в форме уменьшения влияния государства. Если то, что Ася предлагает, то, что государство не финансирует культуру вообще, ни музеи, ни культуру никакую, ни гуманитарные факультеты университетов и так далее, это можно... Все становится частным. Это можно осматривать, но не надо говорить, что это не компромисс. Любое предложение – это компромисс. Ну, хорошо. Окей. Ася, мы переходим плавно к следующему. Хорошо? Борис, если можно, сейчас еще два человека подняли руки, они быстро выскажутся, а потом вы. Поднимите, пожалуйста, руку, чтобы мы вас не забыли. Окей. Барух, по-моему, да, мы тебя слушаем. Мне кажется, что нужно уточнить терминологию, потому что термин «отделение религии из государства» на самом деле означает, подразумевает изгнание из государства иудаизма и оставление государства под полной властью атеистической религией. То есть, это все равно религия, только религия их. То есть, как бы вы уйдите, а мы будем делать все, что захотим. Это, в общем-то, то, что обычно... Смысл, который обычно вкладывают в это высказывают. Может быть, не имею это в виду, но на самом деле... Спасибо. У кого-то... Что это за демонстрация экрана? Значит, я открыл американскую конституцию. А, окей. Я вот хочу первый пункт американской конституции тут продемонстрировать. Это именно тот подход, который, мне кажется, оздоровел бы в отношении к религии. Тут написано, что государство, конгресс, но неважно, не будет делать никаких действий по установлению каких-либо форм религии, помогающих или запрещающих, там, ну, там, так сказать, свободы слова и так далее. Вот, ну, как бы вот на этой первой фразе я хочу сосредоточиться, да, что это не означает ни поддержка, ни изгнание, просто никаких действий. Там, как бы, ощущение, как бы, еврейства, его содержания, оно остается как бы свободой интерпретации граждан. Поэтому я категорически не согласен с тем, что Барух сказал, и отчасти с тем, что Пинхов сказал. Если можно, я возражу этому совершенно. То есть, я согласен, что в американской конституции именно так имеется в виду. Но, вообще-то говоря, здесь написано про федеральные власти. То, что штаты не имеют права устанавливать, это уже потом распространилось, что не штаты, не на местном уровне. А у нас не федеральная государство, у нас совершенно другая система. Поэтому нас нужно на этом уровне сравнивать не с федерацией, а сравнивать с национальными государствами, у которых элигия была частью их самосознания. То есть, Швеции, Норвегии, Исландии или Британии. И вот это сравнение будет гораздо лучше. Поэтому апеллировать, что смотрите в Америке, отделили, и все нормально. Ну и что, а смотрите в Британии или в Исландии, не отделили, и тоже все нормально. Я не хочу повторять свое безумно долгое затянутое предисловие, что в случае Англии, там, с ее тысячелетней историей, да, можно говорить, что религия не была отделена. В случае Израиля он был создан как нерелигиозное государство, в отличие от Англии. Поэтому это совсем другой случай. То же самое все остальные государства Европы, которым по тысяче лет, они нерелевантны в этом отношении. Наоборот, я совершенно не согласен, если Израиль скажет, мы новое государство, мы отделились от еврейской традиции, вот тогда, когда Израиль не имеет никаких прав. Все существования Израиля, все права Израиля на землю, все еврейские, вообще смысл существования Израиля, это только возвращение и восстановление. Поэтому ни в коем случае нельзя отделять Израиль от тысячелетней истории. У нас тысячелетняя история никак ничем не хуже, чем у Исландии или Швеции. И поэтому, если у них нельзя отделять, то у нас тем более нельзя отделять. Все-таки американский народ, как народ, возник с нуля, а еврейский народ, уж извини, не возник с нуля. А иначе подоевается весь смысл еврейства и смысл возвращения. Что вообще мы имеем право на эту землю? То, что Танах наш мандат, это, конечно, не юридическая фраза, но это, безусловно, то, что было основой самосознания светского сионизма. То есть он был светский по форме с религиозной основой, которая действительно ощущалась как культурная, а не религиозная. Но как только ты ее начинаешь отделять формально, ты ее потом отделишь и дальше. То есть, провозгласив фразу «отделение», ты не властен дальше над этой фразой. Ты повозгласил фразу «отделение», но сохранение культурной связи, а гораздо больше людей скажет «отлично, отделение» совсем отделение. И вот дальше уже ты не защитишь ни культурную связь, ни ничего. И Хокашвуд тоже. Ну, хорошо. Окей. Женя, пожалуйста, мы тебя слушаем. Правильно? Жень, мы тебя слушаем. Да, я слушаю. Я хочу сказать, что у вас это самое, все ваши планы напомнили Евсекция Пресекавы КВБ. Это абсолютно… Вы у них и нас писали все эти ваши планы. Потому что именно это то, чем хотели заниматься коммунисты евреи в Советском Союзе. И практически вы хотите создать здесь палестинское исламское государство. Потому что я хочу сказать, что без образования, без религии я осматриваю, допустим, на русских халим сегодня. Это наши соплеменники, которые абсолютно дикие. Как приехали 30 лет назад, так и остались такими же дикими. Они просто смотрят на евреев. Они все… Большинство русских приехали сюда, это сталинисты или прокоммунисты. И они как бы такие атеисты какие-то. И 30 лет жизни в Израиле, там 35, ну сколько мы тут живем, они как были такими и остались. Ничего не поменять нельзя. Потому что с детства им ввели вот эти сталинские эти самые лозунги. И они до сих пор в них верят. Поэтому если отдельно будет государство, то вот эти левые, которые сегодня там демонстрируют свои взгляды, они просто захватят весь Израиль и в итоге у нас оставит мусульманская страна. Вот и все. Больше ничего. Окей. Я думаю, что у Жени не было вопроса. У него было просто утверждение, что предложенная схема, они не рабочие. Почему? Потому что все развалится. Окей. Мы это услышали. У кого-то еще есть вопрос? Я не согласен совершенно. Да, это мы поняли. Это мы поняли. Это мы поняли по выражению лица. Нормально. Хорошо. Окей. У кого-то еще есть вопросы? Ну, смотрите, народ молчит с одной стороны, с другой стороны. Да, я могу. Могу я. Что? Да, Борис, пожалуйста. Да, мы вас слушаем. Да. Мне кажется, что моя позиция ближе к позиции Пинхаса, но не совсем. Мне кажется, что, в смысле, очевидно, что Израиль совершенно уникальное государство в сегодняшнем мире. Ну, не считая государством, не знаю, типа Ирана, с которыми никому не хочется сравниваться. А государство, которое строится на национальной основе. Если, как Пинхас говорит, взять за пример Исландию, Швецию, это страны, которые исчезают как национальные государства. В них растут меньшинства иммигранты. То есть наше право на Израиль только как на государство еврейское. И в этом смысле зависимости государства от иудаизма должно быть, мне кажется, больше, чем сейчас, а не меньше. То есть не компромисс, а наоборот, нахождение какой-то формы создания государства на религиозной основе. Я не знаю, так как иудаизмов тоже достаточно много, начиная от вязаных кипы до харидим. Но, в принципе, государство может продолжать существовать только на этой основе. Иначе мы должны действительно запустить африканцев, которые бедные умирают с голода и должны найти место. Украинцев, русских. Ну, то есть государство как национальное в сегодняшнем мире может существовать только, оно должно иметь какую-то более высокую идею. Иначе оно растворится, как Франция, Германия и другие европейские страны сейчас. Петя, можешь прокомментировать? Ты зря все время выключаешь микрофон. Окей. Я совершенно согласен, что есть проблемы. Я не думаю, что нужно увеличивать религиозный параметр. Я думаю, что его нужно уменьшить. Именно потому, что давление религии, оно вызывает обратное давление. То есть нужно обязательно, чтобы еврейскими параметрами, которые сохраняются, было то, что в консенсусе. И в этом смысле, например, то, что иозвод делается с помощью ДЕТа, это более-менее в консенсусе. А вот то, что нет не религиозного брака, это не в консенсусе. И это давно пора изменить. Вот, например, то, что сейчас стало можно заключить брак через штат Юта, не выезжая из Израиля, по-моему, это идеальное решение. Нужно это, конечно, официально принять и все. Не важно, что это делается через связь с другими государствами. Ничего такого особенно страшного в этом нет. Но в целом, я еще раз за уменьшение, максимальное уменьшение религиозного принуждения. Потому что теоретически, то, что сказал Боря, это, может быть, и было бы правильно, если бы народ этого хотел. Но народ хочет совершенно иного. Поэтому усиление религиозного параметра – это взрыв государства, это его развал. И у нас огромное число людей голосует за левых, хотя могло бы голосовать за правых. Оно и экономически, они и политически вполне правые. Но голосуют за левых только из-за боязни религиозного принуждения. Теперь, совсем не так уж сильно, что прямо у нас Швеция и Исландия прямо погибают и растворяются. Им еще до этого сильно-сильно далеко. Да, у них тоже возникают проблемы. Но у них этих меньшинств меньше, чем у нас. И, тем не менее, мы выживаем. То есть, проблемы есть, их нужно решать. Но чем больше религиозного законодательства, тем больше взрывов в государстве. Поэтому религиозное законодательство работает против религии. Поэтому я выступаю за кардинальное уменьшение и религиозного, и нерелигиозного принуждения. А вот то, что у нас, у государства, есть цель, то она связана с аудаизмом. Что это стоит обсуждать. Это я полностью согласен. Это, например, то, что говорил Ася. Обсуждать сатыунчество, обсуждать, как разные слои понимают аудаизм, я согласен. То, что Нахман говорит, что у нерелигиозных есть такое же право на еврейство, как и у религиозных, я совершенно согласен. Но это я против, безусловно, против усиления роли религии категорически. Я за уменьшение роли религии, но я против того, что Нахман назвал отделение. Само слово отделение абсолютно недопустимо. Потому что это приведет к иозвалу. Но увеличивать это тоже совсем не путь. Если можно пару слов, я тоже прорегирую. По-моему, идея со штатом Юта – это просто катастрофа. Государство не должно ни на какие внешние механизмы полагаться. Это абсолютно, по-моему, полный нонсенс. Поэтому, мне кажется, то, что я сказал, что государство должно само, так сказать, все свои матримониальные проблемы решать. И на какие внешние источники не полагаюсь. Что касается идеи, которую Боря сейчас озвучил, мне кажется, что государство не должно выдавать какие-то там как-то... квалифицировать, да, какие-то формы там признанные, непризнанные юдаизма. То, что неизбежно появится, да. Что такое юдаизм нам нравится, такое юдаизм нам не нравится. Что это вызывает дикие склоки антагонизма. И мне кажется, что этого тоже нужно избегать. Я не очень опасаюсь, что без государственного вмешательства интерес светских людей, которые себя не квалифицируют как религиозных, вдруг куда-то испарится. Мне кажется, что наоборот, он без насилия, наоборот, расцветет. Я как бы вижу это... У людей есть интерес реальный, так сказать. Но он подавляется именно вот таким вот протестом. То есть гораздо больше он бы вырос, если бы не было вот этого вот навязывания там разных религиозных параметров. Поэтому я это совершенно не опасаюсь. Окей. Есть рука у Вадима. Вадим, пожалуйста. Мы слушаем. Да, спасибо. У меня вопрос будет к Нахману. Вопрос будет заключаться в том, что, как по мне, большинство из названных государств, в том числе Америка и прочие европейские страны, это христианские страны, у которых из религиозных правил осталась только одна заповедь, которая оставлена. Это заповедь любви. Поэтому необходимость в законодательстве и вообще в государственном управлении страны необходима. Как по мне, отличие иудаизма в том, что система заповедей регулирует не только религиозную сферу, но и общественную, в том числе и государственную, систему коммуникаций между людьми. Поэтому, как по мне, если не стремиться к тому, чтобы заповеди исполнялись в полном объеме, в том числе восстановление храма, восстановление всех законов государственности по Торе, мы не можем говорить о полноте государства Израиль. Поэтому у меня вопрос к Нахману. Вы сказали о том, что государство Израиль свои много в чем взял законы Торы, но кроме соблюдения шабата и кашрута я, наверное, ничего не знаю. Поэтому вопрос к вам. Как вы видите развитие иудаизма и не видите ли вы этого разрыва в сторону того, что иудаизм убивается этим стремлением к расширению прав граждан в свободе? Ну, я как раз в своем предисловии очень подробно это говорил, что те идеи, которые в традиционном иудаизме были некоторым образом подавлены, вот социальные, которые являются, если вы посмотрите в тексте Торы, большая часть Тора, она посвящена именно этому правильному устройству, общество, справедливости, там социальной и тому подобное и так далее. Устройство судов, то, что не фигурировало там в классическом иудаизме последние две тысячи лет потери государства вообще. Это все как раз и людей, как бы эти идеалы, они никуда не делись. Это то, что как бы двигало еврейским революционерам, не хочу всю свою речь повторять заново, что эти идеалы есть. И это как бы есть обновление настоящего иудаизма, как бы иудаизм в том виде, в котором он у нас дошел, из гетто, он как бы в некотором роде такая захолустная форма, как бы отмирающая, которую, да, надо возрождать, обновлять и вливать как бы живую кровь в нее. И не считать, то есть, короче, вот та форма, которая сохранилась в Мяши и Рим, это некий идеал, к которому государству должно прийти. И как раз именно светская часть, она как бы вот, собственно, восстала, и она вот именно эти идеалы обновила, она как бы их несет в иудаизме, поэтому не надо этому никаким образом препятствовать. Ну, позвольте уточняющий тогда вопрос, потому что, насколько я услышал, Пинхас хотел бы, хотел бы, чтобы законы шабата были смягчены в государстве и предоставить больше свобод нерелигиозным, неверующим людям государства. Не смягчены. Мне кажется, в практическом приложении мы с ним совершенно оба согласились, что вот такая локализация на уровне отдельных общин, городов и, не знаю, так сказать, сведения конфликта с государственного уровня на локальное, оно приведет к тому, что, мне кажется, что все, в общем, присутствующие, не слышал, чтобы кто-то это оспаривал. Это как бы такая вот идея, действительно, Гобизон-Мадан довольно очевидная, что по штабу конфликта уменьшается, и, соответственно, это гораздо проще разрешить. Окей. Ну, хорошо. Что мы дальше делаем? Все, мне кажется, на сегодня мы закончили. Было очень интересное обсуждение, мне кажется, полезное. И мне кажется, что все хватит полтора часа, прошло почти. Окей. Если можно, я не поднимал руку, я хотел буквально сказать одну-две фразы, даже, может быть, одну. Мне кажется, то есть, вот очень интересно говорили Пинхас и Нахман, но это похоже больше как бы на такое обсуждение некоторого теоретического форума. У меня такая ситуация, что сложившаяся политическая ситуация в Израиле, она просто неразрешима. Почему? Потому что при многопартийной системе, да, и при том, что каждая сторона жестко стоит на своих позициях. То есть, если к власти придут левые, они запретят как можно больше все, что связано слить, как мы видели. Если придут власти, либо партия в основном, это будет как сейчас Харидим, они тут же начинают гнуть свое. То есть, никакого диалога быть не может. Поэтому, мне кажется, мне кажется, что вот то, что левые, ну, не то, что левые, демонстранцы, скажем так, те люди, которые протестуют против реформы, они видят в богатце единственно возможный инструмент, который может разрулить эту ситуацию, учитывая то, что тот сегмент общества, а именно религиозный, у которых рождаемость больше, она, конечно, будет загонять в тупик остальных. Поэтому единственное, кто может быть в их глазах, может быть, это правильно, это богатство, которое может сказать. Пене, Ширабы Цибуры нашит, не знаю, эти самые, транспорты в субботу, Хамец БПСах и так дальше, это законно, либо незаконно. В их глазах нет другого разрешения этой ситуации. Вот все. Я согласен с тобой, что это полный совершенно провал правых, потому что они не готовы предоставить нерелигиозным гарантии. Безусловно, я за то, чтобы они религиозно были предоставлены, полные гарантии. Но то, что мы обсуждаем сейчас, это мы не обсуждаем, как это сделать практически. Мы обсуждаем, что мы хотим. Но вопрос, как это сделать практически, мое мнение – это исправление мнения правых. Правые должны понять, что продавить левых невозможно, что это только приведет к конфликтам. И вместо того, чтобы пытаться кого-то продавить, нужно пытаться договориться. То есть, наши проблемы – это не левые. Наши проблемы – это правые. Либо наши проблемы – это хоридим. Ну, хорошо. Окей. Гарантия – это и есть, собственно, Конституция. Мы должны понять, в каком виде она должна существовать, как ее интерпретировать. То есть, проблемы были не только в наличии каких-то законов, а гораздо больше в том, как суд их интерпретировал. Об этом, собственно говоря, был спор. Ну да, поэтому богатцы хотят, чтобы там были судьи с правой идеологией. Это уже детализация. Главное, что нам нужно, нам, правым, исправиться. А я вообще не пытаюсь переубедить левых. Нам главная проблема – это наши собственные правые. Пока правые не понимают, что надо дать левым все гарантии свободы и уменьшить религиозное давление, что это только взрывает страну и мешает нам, пока правые это не понимают, правые будут ошибаться. Послушай, правые понимают – это холлоэмис, потому что правый блок может быть только при условии харидим. А вот это вопрос о том, дальше как это сделать. На самом деле правые это не понимают, между нами говоря. Здесь полно не харидим, которые этого не понимают. И поэтому наша главная забота – это не харидим. Наша главная забота – это люди нашего собственного круга. Не харидим. Но, может быть, когда Биби уступит власть и придет кто-то другой, может быть, тогда можно будет сделать другое правительство. Давай обсудим лучше идеологию, а не политику. Политику мы имеем гораздо меньше влияния. Наше влияние идет только через социум. Окей. Ну, хорошо, мы на этом подводим черту. Понятно, мы не можем всего как бы разрешить и разрулить. Идея нашей конференции, как я понимаю, это поднятие некоторых вопросов, изложение некоторых позиций, короткое обсуждение и привлечение общественности к тому, чтобы этот диалог развивался дальше. По-видимому, так. Окей, всем спасибо. Заканчиваем. Все, нахман, спасибо, Пинка, спасибо. Те, кто остались с нами до конца, тоже огромное спасибо. Те, кто смотрел записи, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Авторы будут по возможности отвечать. Самое главное – это пробудить национальное обсуждение национальных проблем. Окей? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...